Противостояние израильской армии и группировки «Хамас» в секторе «Газа» усиливается. Обе стороны обстреливают друг друга. Авиация бомбит цели в Анклаве, а палестинцы поджигают поля и леса. Сергей Услендер расскажет подробнее. На границе Израиля и сектора «Газа» мир пока никак не наступит. Там идет обмен ударами уже больше месяца. Палестинцы продолжают запускать в сторону Израиля воздушных змеев с коктейлями «Молотова» и воздушные шары с взрывчаткой. Армия в ответ бьет по целям в Анклаве, разрушая инфраструктуру террористов. От простого отражения атак военные перешли к наступательной тактике. Теперь дроны, оснащенные пулеметами, уничтожают группы поджигателей. В ответ палестинцы обстреливают юг страны ракетами и минометными снарядами. Сегодня нам удалось предотвратить серьезный ущерб. Мой расчет сбил пять ракет, нацеленных в центре Шкелона. Они продолжают обстреливать гражданское население. Это неприемлемо. Мы здесь, чтобы защитить наши города. Система противоракетной обороны «Железный купол» теперь развернута на юге страны на постоянной основе. Впрочем, террористы пытаются причинить ущерб Израилю не только путем обстрелов. С тех пор, как заработала новая система обнаружения подземных тоннелей и прокладывать их стало очень опасно, террористы сумели построить один из них под водой. Он вел к израильскому побережью в районе города Ашкелон. Военные сумели обнаружить его и уничтожили ударом с воздуха. Во время последней войны, в 2014 году, аквалангисты Хамаса через подобный туннель сумели пробраться на израильское побережье, но были вовремя обнаружены и тоже уничтожены. Сейчас, чтобы защититься и от этой опасности, Израиль начинает строительство подводного барьера на юге страны, вблизи границы с сектором газа. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.